Привет. Да, святым Николаем тебя. Святым Николаем. А что сегодня Николай? Ну да. По-новому, да. По-новому стилю теперь. Тебе телефон звонил только что. Звонил? Да, ты не чула. А ты знаешь что, сынок, тут вот это пишут, нема куда поступать сообщение. А зачем мне тебе надо сообщение? Нет, телефон звонил. На, дивися, выключи. Вот это без кинца, среди ночи, может, свитится, я встаю, думаю, кто звонит, а они пишут, нема куда помещать сообщение. Пошли сейчас покушаешь, капусточку принес, спасибо. 0,96, в конце 516. Надька, наверное. Наверное, знание. 38, да, впереди? Не. Вот. А, да. Нияк, и не 38. Алло. Нема, не. Белтрюшки. Нида. Да, да, да. Короче. А ты что робишь? А ты что робишь? А это сытники припёрли, святая в этой праздник. И они встают и подушки заглядали. Вот это правда. Как их и Голик, и Светлана. Я всю жизнь дружила с Светланой. Николик, никто не сказал, что день Светланы. Не было нас, мы не знаем, не познакомились. Это сытники привезли, Николая. А, да. А, да. А, да. Солнце свитено. Солнце свитено. Солнце свитено. Хочу что-то приготовить такое мясное. За Новый год вот что можно приготовить? Какое другое? Я же чуть-чуть с черной сливой, кажется. По-другому. А, да. Спасибо. Мы ничего не знаем, Николаю чи Степану. Что она хотела, мам? Ребятки, смотрите, какие цветы мне курьер принес, только что красивенные, кто-то из тиктока подарил, а тут странно такие есть меленькие, видите, ага, вот они, малюсенькие есть, есть большие бутоны и маленькие, спасибо огромное, кто это присылает, постоянно мне цветы, тут еще есть маленькие, видите, интересно, как такие, такие веточки, ага, класс. Спасибо большое, ты шубьёшь, Крэг, кс-кс-кс. Уже повторяю, ребята, лиса-макиту, ой, работа огромная, просто работа огромная, куда ни ткни, там лиса-макита, куда ни ткни, попадешь на лиса-макиту, куда ни переверни лиса-макита, понимаете. Куда ни переверни вода лиса-макита. Жесть. Ах, баба, че ты, сестрику, ну, мабуть, якусь велику, новую, ну, несешь для нас, новую, ну, несешь для нас, ты втомився, ты сумуешь, ну, да ха, ты заночуешь, тай балакать буде час, тай балакать буде час. Ну, балакай не тит хай, а если нашу, ха, мы неся, насчет сбытки робишь ты. Кстати, ребята, хочу показать, какой получается бомбер, это Валерия мне вчера присылала видео, смотрите. Вот такая красота будет, смотрите, как красиво сделали. Это макет, ну, вот, значит, идет речь о том, чтобы, вот это, вот видите, внизу, вот такие штучки, где будет молния, вот здесь, я решил, что их убрать надо, полностью убрать, они предложили, что можно их, допустим, разрезать пополам, вот эти, но не кидаются в глаза. Вот эту выбрал замшевую, смотрите, внизу, видите, вот эти штуки, они нелепо смотрятся, вот этот кубик, вот он, заготовка, восьмерка. Здесь он, вот этот вот, 9 на 9, если сильно не нравится, мы его можем, когда расстегнешься, чтобы, вот этот кубик, он очень нужен, когда расстегнешься, чтобы замок висел ровно, вот это вот, должно быть что-то жесткое. Здесь он, вот этот вот, 9 на 9, если сильно не нравится, мы его можем располовинить, ну, оставить, к примеру, 3 сантиметра. Я сперва сказал располовинить, потом сказал убрать, одна резинка, чтобы была, просто резинку надо вот, вот здесь, в этом месте, резинку надо внутрь что-то вложить, чтобы, как бы, утолстить резинку, ну, чтобы осталась резинка, потому что будет, вот это будет удлиняться спереди, будет нелепо смотреться, понимаете. Вот идет резинка, она должна быть везде. Вот, и я выбрал, а вот они уже и сделали, так видите, отрежу. Кожа у нас много, но оттенок подходит только замш. Замш, вот этот я выбрал. На молнию, поняли, внутрь, на молнию, вот кожа сюда не будет свистеть, вот типа кожа, нет, она некрасива, только замш, вот. Это я с Валерией переписываюсь, владелец от этого. Должно быть что-то жесткое. То есть мне не нравится, так что было. Вот этот вот, 9 на 9. Гушете, оно как вставочка, ну, как-то нет. Мы его можем располовинить. Я сказал, чтобы сделали резинку, ее просто укладывали внутрь. А дальше пойдет резинка. А ты что, бомбер пришел, а? На колени откуда-то синяки, не пойму откуда. Причем на одном колени, на этом ничего нет. А на этом колени, видите? Все капец. Повторяю, Лиса Макиту. Ой, ребята, работаю. Я вам серьезно говорю, тут начать. Воспоминать весь пачок. С огачком не спим, ребятки. Смотрите, перепалил немножко морковку. А картошку раньше достал. Картошка шикарная. Запекал просто без фольги, вот так на противне. Все хочу сказать, духовка у Коли тут шикарная. Морковка, смотрите, какая. Вот эта кожура снимается легко, а морковка такая нежная-нежная внутри. Я все равно ее буду использовать на салат. В общем, прекрасно запекать овощи. Мне вообще понравилось, ребята. Смотрите, какая морковочка. Вот эта все сдирается, она сладкая. Она абсолютно не похожа на отварную морковь. Вообще. Эта кожица сдерется и все. Там вкуснейшая морковка внутри. Картошка вообще прелесть. Это шкрэк. Шкрэк. Шкрэк, шо ты не спишь? Шо ты не спишь, шкрэчок? Шкрэк. Шкрэк. Шо ты не спишь? Шкрэк. Шкрэк. Ты косица, дурочек. Турпец, вот так. Турпец, вот так. Турпец, вот так. Турпец, вот так. Турпец, вот так, вот так. Турпец, вот так. Иди, иди. Сегодня я с ним сплю. Ребятки, запаковал всю еду, что у меня есть. Тут у меня и нацепной пирог я приготовил, и тыквенная, то есть сырная запеканка, и это гранатовый браслет, но запеченный форелью. Очень вкусный рецепт. дала мне зрительница на кулинарном канале уже сколько-то людей приготовила так хвалят но мне тоже он очень понравился знаете мне нравится что в этом году я вот пользуюсь тоже сеточкой для майонеза очень классно то раньше просто так ложкой знаете я лозил люди все советовали возьми делай сеточку и действительно сеточка не изгадчик и сеточкой получается знаете каждый салат имеет какой-то свой вкус а когда много майонеза и она так присуешься знаете ну все салаты это делается на дискурс этом году меня удачные рецепты и русская два там еще закуски классные и еще один салат очень классный и прям очень хочу приготовить зайчик ну что ты сейчас израиля эти не могу меня как разобрать встретил колю сейчас отвезу его до родителей и отдам еду потому что ну я что не съедаю она пропадает грязная какая застелка кошмар ребятки а это еще с того года осталась вот эта штука на дверях все новогодняя а три репетиции так устал голосом боже мой товарищ оля приехал дивиться очень понравился коля приехал приехал коля за рулем вогник вогник жарко жарко приехал на машине да врачи пропускает это благодарю а скажи ему спасибо ага не трудно работать что ты делаешь смотри да и на красный и и подрезал и все вот так вводят все на меня говорят что плохо а ты вот выкинь эту зарядку вот она да поломалась ребята зарядку полю меня новенькую куплю сунь сюда да и это мне подарили ребята эти что с брендами хорошая штука хорошие ребята такие вообще а так в брендах понимаете такое говно не купляли зары херары а у меня нет зары у меня там их фигер нет так это не бренды это говно у них кучурелла кучурелла арнелла кучурелла какая то там итальянская это что бренды кучурелла ну то что бренды по 60 по 100 тысяч вещей у меня нету таких денег во-первых во-вторых не главное бренды ну кому главное кому не главное вот так ну всё жало что у меня кольцо с бриллиантом а где ты его взял мне говорят что Самвел подарил тебе кольцо не я сам не дарил мне ни разу кольцо а ты с ним святого Николая коль прошедшим Ну я уже подарок тебе на 19-е подаю. Да мне надо ничего дарить, я же подарки принимаю с 6-го. Мама сказала, что это вы приперли цей праздник в Украину, его никто не праздник. И княгиню Ольгу приперли. Мы же единственные жители в Украине больше. Это они приперли, говорит, из Италии. Мама зажала мне рубашку, да? Нет, она там дело в том, что это не рубашка, а куртка. Зажала, зажала. Судя по ее выражению лица, она не очень хотела, чтобы эта рубашка... А сразу обиделся, как я сказал, что где у него деньги, но мы же сразу выступим на весь мир. Тетяна Васильевна, я собираю деньги. Беру пример с Тетяной Васильевной. Она гене хочет отдать рубашку, да? Гене воно надо, господи. Никому не отдам, это мне Марго. Нет, она тоже не надо, курубаешь. На вырост. Я привык, что у меня вещи на вырост. А Тетяна Васильевна сказала, что он и так тут близко живет. Вот тут очень вкусная шаурма, ребята, у нас вот это. Бурум, да, вот это, блин, вообще. Вот Минура, смотрите, а напротив вот это Нотабу, вот шаурма, и напротив вот это Бурум. Такой кулор. А мы были в таком классном секшопе в Републике, в торговом центре. Такой большой секшоп. Нет, мы просто скорее зашли посмотреть, там мужик девушке куплял вибратор. Там сколько выборов. А зачем мужик девушке вибратор? На подарок, наверное. Такой маленький, знаешь, не фало-имитатор, а вибратор маленький, как игрушка такая, который жужжит, понял? Чего? Там всякие плетки, наруки. Кажется, что за границей люди в цей супермаркеты ходят обычно каждый день к стачке, чекают, покупают какие-то, это бред. Кого? Игрушки разные. В смысле новогодние? Сексуальные. Ну а что здесь такого? Сейчас очень распространение. Ну я считаю, что это ненормально как-то. Почему? Чего это все, костыли какие-то? Ну все, не знаю. Не знаю. Это смотришь? Он так дивится на меня странно. Истекнуто. Это он на меня дивится. На тебя? Да. Он видит, ну и ребенок. Видимо, что на тебя ты видишь. Загадочная семейка. Загадочная семейка. Ой, мы так ехали на вокзал, тебе бачу. Не пропускаю. Вот скотина. Там пробки были такие в Киеве. Кири назад сдавала. И что? Внутри дороги на вериках. Ой, там было место. Хотя мы выехали раньше.